В данном видео вы узнаете все, что известно о Скриле, о его внешнем виде, характере, способностях, слабостях и о многом другом. Сервер Rise of the Clones. Серьезные и строгие правила погружения в ролеплей, развития вселенной и персонажей. Эксклюзивные игровые модели от авторов, возможность кастомизации своих персонажей и героев, постоянная поддержка комьюнити, сражения на земле и в космосе, возможность играть за различные классы, от пехоты до невидимого бойца элитного спецназа, джедаев и даже дроидов. Роли плей-сражения и ивенты в городах вселенной Star Wars. Ссылка в описании. Скрилл, или в нашем переводе кревет, один из самых уникальных драконов, относящийся к классу Розящие. Впервые упоминался в фильме «Как приручить дракона», а после в короткометражке «Книга драконов». Громель, Престеголов, Скрилл. А вот в сериалах «Защитники Олуха» и «Гонки на грани» Скрилл уже получил полноценную сюжетную линию. Пожалуй, стоит начать свой рассказ с самого начала. Яйца, из которых вылупляются Скриллы, имеют округлую форму, и обычно они синего или фиолетового цвета. По окрасу самого яйца можно судить о том, какого цвета будет будущий дракон. Причем, Скрлупа яйца периодически испускает электрические разряды, а внутренняя часть сияет ярким светом, что еще сильнее подчеркивает уникальность данного вида среди остальных драконов. У каждого Скрилла большие крылья, а спина и хвост усеянный острыми металлическими шипами. Голову дракона покрывает шипованная корона, способная передавать окружающим настроение существа, двигаясь вверх или вниз. На подбородке находятся три коротких нароста, а на шее – жабры. Голова Скрилла отдаленно напоминает голову громобоя, но все же своим внешним видом и пропорциями самым близким аналогом дракона является крылатый ужас. Помимо полета, Скрилл способен ходить и бегать по земле, используя две единственные, но очень мощные лапы. При этом крылья складываются за спиной, а в качестве опоры используются только во время отдыха. После перехода в пятую форму, форму Титана, Скрилл увеличивается в размерах и приобретает изумрудно-синий окрас. Шипы на спине удлиняются и заостряются, а когти на крыльях становятся более широкими. Как и все драконы класса «Разящие», Скрилл обладают невероятной скоростью, повышенным интеллектом, уникальным видом атаки и являются мастерами маскировки. Если большинство других драконов выдыхают огонь, то Скрилл вместо этого управляет электричеством, поглощая электрические разряды из облаков и перенаправляя их сквозь свое тело, производя мощные выстрелы через рот. В этом нелегком деле ему помогают металлические шипы на спине и хвосте, а также мощные электролиты в чешуе, выступающие в роли отличных проводников электричества. Если Скрилл столкнулся с превосходящими силами противника, то он может накопить большое количество энергии за раз, как для одного мощного залпа, так и для более слабого, но ударяющего сразу по нескольким целям. Что интересно, накопленную энергию Скрилл может и не использовать, а оставить на потом. Способность хранить электричество внутри своего тела создают вокруг данных драконов электростатическое поле, заставляя волосы человека или шерсть животного, находящихся поблизости, вставать дыбом. Скрилл способен, в прямом смысле этого слова, ездить верхом на молнии со сверхзвуковой скоростью, о чем говорит возможность путешествия от земли до облаков всего за одну секунду. И хотя Скрилл использовал данную способность лишь однажды, можно с уверенностью сказать, что данный вид перемещения является самым быстрым из когда-либо использованных другими драконами. Скриллы могут создавать электрическое поле, по принципу действия похожее на силовое. Происходит это после того, как дракон перенаправляет накопленную энергию в свои крылья и соединяет их, формируя небольшое, но мощное электрическое поле, способное блокировать различные снаряды, в том числе и плазменные заряды ночной фурии. Чем ближе Скрилл сводит крылья, тем сильнее будет создаваемое поле. Данная способность применяется лишь в виде крайней меры, например, если дракон находится под чьим-то контролем или ранен. При контакте электрического заряда Скрилла и плазменного разряда ночной фурии формируется мощный энергетический взрыв, оглушающий большинство драконов, находящихся в зоне его действия. Этот и многие другие факты указывают на то, что уникальные атаки Скрилла и Беззубика приблизительно равны по силе. Скрилл имеет ограничение на количество накопленных электрических зарядов, их всего четыре. Однако, во время грозы или даже при ненастной погоде, данные дракона могут перезаряжаться почти мгновенно и в любой удобный для них момент. Такая способность является неоспоримым преимуществом перед драконами с ограниченным боезапасом. Из-за этого Скрилл часто стреляет наугад, ведь промахи для него не являются чем-то критичным. Благодаря системе поддержания температуры в теле, Скрилла могут провести несколько десятилетий в замороженном состоянии, без какого-либо вреда для собственного здоровья. Причем сразу же после пробуждения драконы будут такими же сильными и опасными, как и за день до превращения в глыбу льда. После слишком долгого сна, Скриллы первое время ведут себя довольно агрессивно и бездумно. Скрилл невероятно быстрый и ловкий дракон. Даже без использования молнии для перемещения, дракон по скорости не отстает от беззубика. Помимо этого, он довольно силен для своих размеров и способен ударом крыла оттолкнуть противника вдвое большего по размерам. Скрилл также отличается повышенным умом и сообразительностью. Ненавижу умных драконов, поэтому так тебя и люблю. Он способен распознавать приготовленные для него ловушки, а в некоторых случаях даже может использовать их против самих же охотников. Также дракон без труда ориентируется в облаках даже во время грозы и легко находит добычу по запаху. Скрилл обладает повышенной выносливостью и прочной шкурой. Пробудившийся после заморозки дракон может сразу же напасть на находящихся рядом врагов. При попадании плазменного заряда ночной фурии Скриллу в голову, он может продолжить бой, в то время как большинство других драконов после подобной атаки становятся недееспособными. Скрилл является одним из самых загадочных и страшных среди всех драконов, известных жителям Олуха. Викинги боятся его почти так же сильно, как и ночную фурию. Вполне возможно, что произошло это из-за берсерков, которые раньше использовали Скрилла в качестве оружия. Скриллы из-за сильного недоверия к людям почти необучаемы. Чтобы приручить данного дракона, нужно доказать, что вы готовы рискнуть своей жизнью, чтобы спасти его жизнь, а также относиться к нему с уважением. Лишь после этого Скрилл сможет вам доверять. Несмотря на это, драконы остаются одними из самых упрямых, отказывая слушаться даже в те моменты, когда от этого зависит чья-то жизнь. А все потому, что Скриллы предпочитают быть свободными, нежели обучаться как другие драконы. У Скрилла есть всего одна существенная слабость. Намокнув, он лишается возможности использовать все свои электрические атаки, становясь довольно уязвимым. Это все на сегодня. Пишите в комментариях, про какого дракона вы бы хотели услышать в следующий раз. И обязательно оценивайте комментарии других зрителей, чтобы было понятно, кто вам больше нравится. И конечно же, подписывайтесь на канал и ставьте палец вверх. Спасибо и удачных полетов на драконах. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok